Мир находится на пороге технологической революции, которая перевернет все от медицины до транспорта. Китай уже делает первые шаги в это будущее, оставляя конкурентов далеко позади. Готовы ли мы к переменам? Летающие машины Шанхай, 2025 год. Над небоскребами движутся десятки летающих машин. Словно стая футуристических стрекоз. Они бесшумно скользят по воздуху. Это не фантастика, а китайский ИВИТОЛ — электрические вертикально взлетающие аппараты. Они меняют представление о транспорте. За последние два года Китай превратил мечту об воздушных такси в реальность. Страна опередила Запад. Секрет успеха — революционные батареи. Твердотельные аккумуляторы с энергоемкостью 500 Вт-часов на килограмм. Они позволяют аппаратам преодолевать 250 миль без подзарядки, как от Нью-Йорка до Вашингтона. Например, аппарат ИХАНГ-216С способен перевозить двух пассажиров. Дальность полета — до 19 миль. Зарядка занимает около 10 минут. Грузовой дрон Аэрофуджия доставляет до полутонны груза. Он работает в труднодоступных горных районах. Туда, куда не проедет ни один грузовик. Настоящий шок для Запада. Масштабы внедрения. Пока США обсуждают правила тестирования, Китай уже выполнил свыше 10 тысяч коммерческих рейсов. В Гуанчжоу построен завод. Он выпускает около тысячи ИВИТОЛ в год. Что это значит для мира? Во-первых, транспортные пробки могут уйти в прошлое. Перелет через город станет доступным и быстрым. Во-вторых, Китай получает новый рычаг влияния. Технологии покупают уже более 18 стран. Но есть и темная сторона. Военные дроны на базе тех же платформ могут изменить баланс сил в регионе. Беспилотные такси. Обычный день в китайских мегаполисах. Вы выходите из дома да открываете приложение. Через минуту к вам подъезжает машина без водителя. Это не фантастика. Роботакси здесь уже перевезли 7 миллионов пассажиров. Секрет успеха — революционные технологии. Искусственный интеллект Байду Аполло обрабатывает тысячу дорожных сценариев в секунду. Он легко справляется даже с самыми неадекватными водителями-нарушителями. Для сравнения, американские аналоги Waymo справляются лишь с двумя сотнями сценариев. Китайские роботакси уже проехали 20 миллионов миль без серьезных аварий. Это расстояние, равное 80-ти кругосветным путешествиям. Настоящий прорыв в масштабах. Пока США тестируют роботакси в пяти городах, Китай запустил их уже в 65-ти. Стоимость поездки всего 2-3 доллара. Это в три раза дешевле обычного такси. К 2030-му рынок вырастет до 50 миллиардов долларов. Что это значит для нас? Транспортная революция уже началась. Пробки сократятся на 30%. Выбросы уменьшатся вдвое. Но есть и обратная сторона. Два миллиона водителей могут потерять работу. Гуманоидные роботы Представьте мир, где ваш коллега по работе – человекоподобный робот. Он не просто собирает автомобили на заводе. Он способен бегать марафоны. Это не фантастика. Это Китай 2025 года. Пока Запад показывает единичные прототипы, китайские гуманоиды уже работают на фабриках. Они помогают в больницах. Даже выходят на спортивные арены. Секрет успеха – уникальные технологии и доступная цена. Робот Unitra G1 стоимостью 16 тысяч долларов. Это в 10 раз дешевле американского аналога от Boston Dynamics. Он уже стал звездой соцсетей. Выполняет сложные боевые приемы. Танцует. Медицинский помощник GR1 поднимает пациента весом 110 фунтов. Это как взрослый мужчина. В апреле 2025 года 21 робот участвовал в пекинском полумарафоне. Многие из них бежали быстрее людей. Но главный прорыв – в промышленности. На заводах BUID роботы Walker S1 выполняют 70% операций. Это сокращает затраты на треть. Китай планирует к 2025 выпускать 500 гуманоидов на каждые 10 тысяч рабочих. В 5 раз больше, чем в США. Что это значит для нас? Революция уже началась. Гуманоиды улучшат уход за пожилыми. Сделают производство дешевле. Но и оставят без работы миллионы людей. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект нового поколения уже здесь. Системы, которые решают сложные математические задачи лучше профессоров. Пишут код эффективнее опытных программистов. Это не фантастика. В 2025 китайские модели DeepSeek и QW совершили революцию в мире ИИ. Пока Запад наращивает параметры моделей, Китай выбрал путь интеллектуальной эффективности. Секрет успеха – уникальная технология обучения с подкреплением. Модель DeepSeek R1 с 671 миллиардом параметров показывает поразительные результаты. Решает 80% задачи Американской математической олимпиады. Пишет код с точностью 66%. Потребляет в 20 раз меньше ресурсов, чем аналоги от OpenAI. Ее младший брат QW30B всего 32 миллиарда параметров. Но превосходит многие западные разработки. Работает даже на обычном игровом компьютере. Настоящий прорыв в доступности. Использование QW30B обойдется всего 20 центов за миллион запросов. Дешевле чашки кофе. Китай открыл исходный код своих моделей. Это позволяет тысячам разработчиков создавать новые приложения. Уже сегодня технологии используют в финансовом моделировании, в логистике, при подготовке к всемирным играм 2025 года. Что это значит для нас? ИИ-революция стала реальностью. Профессии программистов и аналитиков кардинально изменятся. Стоимость разработки ПО упадет в разы. Но есть и обратная сторона. Китай контролирует 70% цепочек поставок компонентов для ИИ. Это дает беспрецедентное технологическое преимущество. Интерфейсы мозг-компьютер. Человек, полностью парализованный после аварии, вновь обретает способность общаться. Просто силой мысли. Это уже не фантастика, а реальность китайских интерфейсов мозг-компьютер. В 2025-м Китай совершает прорыв в нейротехнологиях, оставив позади даже амбициозные проекты Илона Маска. Секрет успеха — революционные неинвазивные технологии. Устройство BrainTalker, похожее на обычную гарнитуру, позволяет набирать текст со скоростью 50 слов в минуту. Быстрее, чем печатает среднестатистический человек. Система не требует хирургического вмешательства, в отличие от американских аналогов. Новый двусторонний интерфейс из Тяньцзиня в 100 раз эффективнее западных разработок. При этом потребляет в тысячу раз меньше энергии. Но настоящий прорыв в медицине. Уже к 2027-му китайские врачи планируют вернуть речь и движение тысячам пациентов с инсультами и травмами спинного мозга. Первые испытания на приматах показали ошеломляющие результаты. Обезьяны управляли механической рукой с точностью 95%. Что это значит для нас? Грядет новая эра человека-машинного взаимодействия. Технологии, которые еще вчера казались фантастикой, станут доступны за несколько тысяч долларов. Но есть и обратная сторона. Китайские BCI могут получить доступ к нашим мыслям. Это поднимает серьезные вопросы о приватности и безопасности. Квантовые технологии. Представьте компьютер. Он решает за несколько часов задачи. Даже самым мощным суперкомпьютерам они не под силу за миллиарды лет. Это уже реальность китайских квантовых технологий в 2025-м. Пока Запад тестирует лабораторные прототипы, Китай запускает серийное производство. И развертывает первую в мире глобальную квантовую сеть связи. Секрет китайского успеха, да, беспрецедентные инвестиции и прорывы. Компьютер Zuchon-G3 демонстрирует квантовое превосходство. Он решает сложнейшие задачи моделирования молекул. В миллион раз быстрее американских аналогов. А чип Сяохун на 504 кубита – разработка Китайской Академии Наук. Он стал самым мощным в мире. И открывает новые горизонты для искусственного интеллекта и криптографии. Но настоящая революция в квантовой связи. Спутник Мо Цзи обеспечивает абсолютно защищенные каналы между континентами. Наземная сеть протяженностью 3000 миль уже работает. Ее используют для банковских операций и государственной связи. Что это значит для нас? Мир на пороге технологического переворота. Квантовые вычисления ускорят разработку лекарств и логистики. Затраты снизятся на 20-30%. Но эти же технологии могут взломать современные системы шифрования. Безопасность данных окажется под угрозой. Новая энергетика. Представьте ядерный реактор. Его невозможно перегреть. Он не требует воды для охлаждения. И работает на топливе, которого хватит на 20 тысяч лет. Это не фантастика. Это китайский ториевый реактор. Он уже сегодня работает в пустыне Гоби. Пока мир спорит об атомной энергетике, Китай совершил революцию. Запущена первая в мире промышленная установка на расплавленных солях. Секрет успеха. Уникальная конструкция. В отличие от традиционных реакторов, там китайский TMSRLF-1 использует жидкую соль вместо воды и твердого топлива. Это делает его абсолютно безопасным. Даже в случае аварии расплав просто затвердеет. Никаких катастроф вроде Фукусимы. Топливом служит торий. Его в Китае больше, чем угля. И он непригоден для создания ядерного оружия. Настоящий прорыв – эффективность. 2 фунта тория дает больше энергии, чем полмиллиона фунтов угля. Отходы такого реактора опасны всего 500 лет. Против 10 тысяч у обычных АЭС. Уже в 2029-м. Китай запустит первую коммерческую станцию. Мощность – 60 мегаватт. К 2035-му планируют построить десятки таких установок. Что это значит для нас? Энергетическая революция неизбежна. Ториевые реакторы дадут дешевое электричество без вредных выбросов. Но есть и обратная сторона. Китай, контролирующий эту технологию, получит огромное влияние на мировую энергетику. Чип для ИИ. Представьте компьютерный чип, способный обучать искусственный интеллект без участия западных технологий. Это уже реальность. Huawei Ascend 910D – китайский процессор, который в 2025-м бросил вызов монополии NVIDIA на рынке ИИ-чипов. Секрет успеха – уникальная архитектура. Ascend 910D производится на китайских заводах SMIC по 7-нанометровому техпроцессу. Он демонстрирует производительность, сопоставимую с флагманом NVIDIA H100. При этом стоимость китайского чипа на 30% ниже. Но настоящий прорыв – масштабирование. Кластер Cloud Matrix из 384 таких чипов выдает 300 petaflops. Это в два раза мощнее лучших систем NVIDIA. Правда, за это приходится платить. Энергопотребление китайской системы почти вчетверо выше. Что это значит? Технологическая карта мира меняется на глазах. Китайские компании теперь могут обучать сложные ИИ-модели без оглядки на санкции. Это ускорит развитие китайского ИИ в 2-3 раза. Но одновременно создаст угрозу технологического раскола. Биотехнологии. Представьте мир, где лекарства выращивают из бактерий, топливо производят из водорослей, а корма для животных делают из промышленных выбросов. Это уже не фантастика. Это биопроизводство в Китае 2025 года. Пока Запад обсуждает зеленую экономику, Китай совершает революцию, превращая биотехнологии в новый двигатель своей экономики. Секрет китайского успеха в уникальных инновациях. Ученые уже научились превращать углекислый газ из металлургических заводов в 5000 тонн белкового корма ежегодно. Этого хватит, чтобы прокормить миллион свиней. А биореакторы с генетически модифицированными бактериями производят лекарства от рака в 10 раз дешевле традиционных методов. Но настоящий прорыв в масштабах. Китай уже контролирует 24% мирового фармацевтического производства, обогнав Европу и догоняя США. И уже очень скоро инвестиции в биотехнологии удвоятся, а количество новых лекарств китайского производства вырастет втрое. Что это значит для нас? Медицина станет доступнее, а экология — чище. Но есть и обратная сторона. Китай может установить монополию на ключевые биотехнологии, как это уже произошло с солнечными панелями. Китайский Android. Представьте операционную систему. Она работает одинаково хорошо на телефоне, умных часах, телевизоре и в автомобиле. Без задержек. С идеальной синхронизацией. Это HarmonyOS от Huawei. Технологический шедевр. Уже установлено на одном миллиарде устройств. Бросило вызов монополии Android и iOS. Секрет успеха — революционная архитектура. В отличие от Android, HarmonyOS использует микроядро. Его размер всего одна тысячная от Linux. Это делает систему молниеносной, практически неуязвимой для вирусов. Система автоматически распределяет ресурсы между устройствами, превращает их в единый суперкомпьютер. Например, начали смотреть фильм на телефоне. Продолжили на телевизоре. Без ручного подключения. Настоящий прорыв в независимости. После американских санкций Huawei создала HarmonyOS Next. Полностью автономную ОС. Без следов Android. Уже сейчас 4000 популярных приложений адаптированы. К 2025-му их число превысит 1 миллион. Что это значит для нас? Технологический ландшафт меняется на глазах. В Китае HarmonyOS уже обогнала iOS. Занялась 17% рынка. Для пользователей более плавная работа. Новые возможности. Но есть обратная сторона. Мир может расколоться на две цифровые вселенные. Западную и китайскую. Маглев технологии. Поезд летит над рельсами без единого колеса. Разгоняется до 621 мили в час. Быстрее Boeing 737. Это не фантастика. Это реальность китайских маглев технологий. В 2025-м Китай строит новую линию. Длина 30,3 мили между Чанша и Люяном. Она станет самой быстрой в мире. Секрет маглева – магнитная левитация. Поезд парит над путями, не касаясь их. Это устраняет трение и шум. Технология экологична. Никаких выхлопов. Энергопотребление снижено на 20% по сравнению с обычными высокоскоростными поездами. Настоящий прорыв в гиперпетле. Китай уже тестирует вакуумные тоннели. В них маглев разгоняется до 387 миль в час. В будущем путь из Пекина в Шанхай сократится с 5,5 часов до 1,5 часов. Это быстрее самолета. Что это значит для нас? Транспортная революция уже началась. Маглевы сделают путешествия быстрыми. Тихими, безопасными. Но есть обратная сторона. Китай строит линии за 1,4 миллиарда долларов. Европа и США пока только обсуждают проекты. 6G Мир, где голограммы заменят видеозвонки. Беспилотники летают в идеальной синхронизации без единой задержки. Это не фантастика. Это технология шестого поколения 6G. Китай уже сегодня устанавливает правила игры. Пока Запад с трудом внедряет 5G, китайские инженеры к 2024 утвердили три ключевых стандарта для сетей шестого поколения. Секрет 6G – невероятные характеристики. Скорость передачи данных до 100 гигабит в секунду. Это в 50 раз быстрее, чем 5G. Задержка сократится до микросекунд. Хирурги смогут проводить операции дистанционно, с точностью до дюйма. Плотность подключений достигнет 10 миллионов устройств на почти 39 сотых квадратной мили. Умный город, где каждый фонарь, машина и дорожное покрытие обмениваются данными в реальном времени. Главное – интеграция с искусственным интеллектом. 6G станет не просто сетью связи. Это гигантская нервная система планеты. Вычисления и анализ данных происходят мгновенно. Китай уже тестирует технологию в Шанхае и Пекине. Коммерческий запуск готовят к 2030. Что это значит для нас? Революция в коммуникациях изменит все – от медицины до транспорта. Но есть обратная сторона. Тот, кто контролирует 6G, будет контролировать цифровой мир. Будущее. Представьте мир 2050 года, где китайские технологии определяют правила игры во всех сферах жизни. Это не фантастика. Это наш вероятный завтрашний день. Пока западные страны обсуждают регулирование, Китай уже сегодня создает будущее, в котором будет контролировать энергетику, коммуникации, медицину и даже человеческое сознание. Секрет китайского успеха в беспрецедентной технологической экспансии. К 2030-му ториевые реакторы обеспечат 10% энергии Азии. Квантовые компьютеры взломают современные шифры, а интерфейсы мозг-компьютер станут массовым продуктом. И это только начало. Но настоящая революция произойдет в геополитике. Контролируя ключевые технологии, Китай получит беспрецедентное влияние над странами пояса и пути. Торевые реакторы для Ближнего Востока, квантовые сети для Африки, медицинские BCI для Латинской Америки – все это будет поставляться в комплекте с политическими условиями. Что это значит для нас? Мир находится на пороге нового технологического порядка. Западные страны уже сегодня отстают примерно на 5-10 лет в критически важных направлениях. Без срочных инвестиций в 50 миллиардов долларов и пересмотра стратегии, к 2050-му они рискуют оказаться на периферии технологической цивилизации. Однако самый большой риск не в отставании, а в расколе. Если сегодня не выработать общие стандарты для ИИ, квантовых технологий и биоинтерфейсов, завтра мы можем получить мир, разделенный на враждующие технологические блоки. Эти прорывы – не просто новости, а сигнал. Будущее наступает быстрее, чем мы думали. Кто-то будет наблюдать со стороны, а кто-то – создавать его. Вопрос лишь в том, на чьей стороне окажетесь вы.